Так, друзья, я потихоньку вышла в эфир. Надеюсь, меня слышно. Я шепотом говорю. Нас часто спрашивают, как Зинаида проверяет домашние задания. Проверяет она сама. Я решила подглядеть немножко и показать вам, как она проверяет домашние задания. Но есть замечания. Во-первых, я не вижу линию карандашной построения. Было бы хорошо, если бы она была. Роживка внутри цветков, особенно у цветка с круглыми лепестками, она занимает две трети пустого пространства. Внутренняя разживка у цветка должна быть меньше и занимать примерно одну треть. Поэтому элементы бутонов тоже нужно откорректировать и уделять большое внимание нажиму кисточки. Старайтесь рисовать с одинаковым нажимом. Где лепесток вы обводите, где обводите линию подводки, обязательно держите ровный нажим. Вы нарисовали линии подводки идеально. Совет по построению к цветку с острыми лепестками. Боковые лепестки, обрамляющие бутон, стремитесь рисовать с наклоном, как будто они смотрят к началу роста бутона в точке, откуда внутри идет завиток. Молодец, Дарья, уверенно идете по таким красивым элементам, подправите, и все будет замечательно. Хвалю. Снаит, да, я вас покажу. Да. Утро начинается не с кофе, утро начинается с домашнего задания. Это замечательно, я очень вас благодарю. Мне чрезвычайно нравится рассматривать ваши работы. Это моя любимая часть работы, я ее даже просто вот обожаю. Видите, да, то есть работы вы отправляете на сайте школы, а наши кураторы передают их Зинаиде, а она наговаривает голосом, а потом они печатают вам ответы. Вот таким образом, так непросто нам приходится с этим. Посмотрите, пожалуйста, уже вчера с эфира Ольга Отьева нарисовала жестовскую розу. И должна сказать, что она учится на курсе «Тайны ларца». То есть здесь показаны различные виды этой росписи, адаптации для учеников младших и средних и старших учебных заведений. То есть уже она рвется в бой, рисует. Я думаю, она будет на вебинаре. Как красиво и талантливо рисует человек. Самое главное – иметь желание и любовь. Все остальное у вас получится. Ну, а я отвечаю ей на задание. Мы подсмотрим. Дорогая Ольга, очень приятно видеть не только задание по уроку, но и ваш рисунок, который я проводила в прямом эфире. Молодец! У вас большие творческие способности к этому виду росписи, потому что я вижу твёрдую руку. Как вы внимательно рисуете композиции, с какой любовью вы выполняете задание. Хвалю вас от души. Спасибо вам за красоту. Продолжайте рисовать. Учитесь. Творите. Иногда в домашних заданиях и замечаний-то нету, знаете. Да, да. Это, кстати, вот, ну, например, вот сейчас будет Татьяна Громова, которая прислала домашнее задание. Это начальное, первый вот урок знакомства с графикой. И вы видите, очень чёткие линии, очень чисто выполненное задание. Все линии доделанные, поэтому здесь просто отвечаем. Молодец, Татьяна! Насправились с заданием на отлично. Всё чётко, чисто, грамотно. Вперёд! Ну, давайте посмотрим на следующее задание. Все они разные. Здесь мы видим, как Галина Авершина рисует, сдаёт матрёшку. А это курс матрёшки, да? Курс матрёшки, да. А здесь матрёшка. И здесь есть небольшие замечания. Давайте я сейчас голосом скажу, какие, а вы услышите. Но картинку я включу крупно, потому что, когда я наговариваю голосом, я смотрю на картинку. Итак. Это, по-моему, авторская у неё матрёшка уже, да? Или по-моему? Нет. Дело в том, что здесь наверху, это... Я сейчас объясню немножко. Есть люди, которые уже рисуют матрёшку, они немножко форму. Видите, это же роспись, то же самое. Посмотрите, у нас же есть этот курс. Урок этот урок. Есть, есть, есть урок. Немножко по-своему она улыбалась. Ну, конечно. Кажется, что совсем иначе. Давайте поговорим об этом. Галина, вы очень уверенно нарисовали платочки, но на главной, центральной матрёшке вы слишком напестрели. Не очень красиво смотрятся меланжевые оттенки красновато-белого цвета. Они пестрят. Зелёный цвет здесь в своём сочетании, вот тёплый зелёный, который вы сделали, цветочки совсем не годится. Их нужно обязательно закрасить. Если вы их уберёте, работа будет сильнее. Слишком увлеклись вытянутой сеточкой по спинке матрёшки. Далеко опустили вниз цветочек. Вот на второй позиции сделали идеально. Обратите внимание. На второй позиции зря треугольнички обвели. Треугольники мы не обводим. Там десеточка. Мы просто вставляем, дополняем внутри листиков. По третьей матрёшке обратите внимание. Красный цвет платка и зелёная полоса очень негармонично смотрятся. Эти два цвета вместе совершенно не дружат. Поэтому закрасить нужно другим цветом. Так как это довольно плотный цвет, перекрасить светлый цвет не представляет возможности. Можно использовать хитрость. Закрыть белым цветом, а по белому цвету нарисовать. Например, оранжевый цвет или бордовый цвет. По желанию вашему подбирайте цвета, ставьте рядышком, и вы сразу найдёте свои оттенки. Потому что я не знаю, какими вы красками рисуете, и какая у вас цветовая гамма. Продолжайте рисовать. Молодец! И вот от матрёшки мы переходим уже к графике. Графика простым карандашом. Все тексты я читаю. Вот, здравствуйте, готовы груши с яблоками. Наконец-то я поняла ясно, что такое рефлекс и как его показать в рисунке. Спасибо! Теперь мы посмотрим. Эта работа выполнена в технике шариковой ручки. Следующая работа выполнена в карандаше. Дорогая Татьяна, я знаю, насколько тяжело рисовать шариковой ручкой легко и воздушно. Вам очень удалось показать объём и грамотную композицию в этой теме. В карандаше я бы чуть-чуть поменьше сделала бы тени под грушами, особенно с правой стороны. Потому что у вас очень нежная растяжка. И мне нравится, что у вас штриховка своя, со своим стилем. Здорово! Двигаемся вперёд и переходим на работу Елены. Это хохлома. Доброе утро. Отправляем обработанную проверку. Пока без лака. Покажите, пожалуйста, что нужно исправить, что добавить. Почти со всеми элементами подружилась, кроме травки. Линии тоже ещё пока не ровно получаются. Осваиваю потихоньку. Это сложная тема. Давайте вместе ей ответим. Это её первая работа. Дорогая Елена, это замечательно, что вы стали сразу рисовать на доске. Есть замечание к покрытию доски, потому что она смотрится пятнами. Возможно, это бликовка от камеры. Такое бывает. Тампановку на яблочках делайте не посредине, а бочком. Поэтому тампановка происходит маленькой губкой, не больше 3 на 3 сантиметра, с мелкой фракцией. У вас нижние яблочки очень эффектно добавлены, а верхние, вот, к сожалению, лучше переделать. Листики по бокам не нужно тампановку делать. Закрасьте, иначе они смотрятся непонятными пятнышками. Стравка у вас ещё не получается, но композицию вы выдержали идеальную по весу, по масштабированию, по цвету. Очень аккуратные тычки. В тычках поставьте чёрные точечки. Тогда они превратятся в смородинки. Исправьте верхние яблочки и добавьте красивую, большую такую разживку чёрным цветом на носиках яблок. Закрасьте листики, и будет отличная работа. Если вы хотите завершить её обрамлением полсантиметра красной полоской, то я рекомендую использовать бумажный скотч узкий. Вы его приклеиваете со стороны золотой поверхности и аккуратненько при помощи губки или кисточки рисуете полоску, которая у вас будет идеально ровной. А на углах вы можете нарисовать веточки со смородиной по листочку по одному или по два маленьких листочка. Украсить можно небольшими элементами тычков. Старайтесь. Очень нравится ваше первое произведение. Зинаида, сколько вы в день работ проверяете? Проверяю в день примерно 20-25 работ. Ну вот бывает, когда праздники, например, вот будет ещё впереди майские праздники, тогда будет 30-40 работ. Бывает, что затишье небольшое, но меньше 15 работ я не помню, что проверялось. Проверяю утром всегда, днём и вечером. Но вот помощники, как выкладывают, стараюсь, чтобы вы все сразу получили домашнее задание. Потому что я представляю, как это важно, особенно новичкам. Они ждут с нетерпением, заглядывают, когда же ответят на мою работу. Это важно для поддержания уверенности в себе. Правильно я ли я делаю эту работу. А потом помните о том, что когда вы изучаете правила, каноны, композиции, то обязательно можете что-то своё добавить. Вот как сегодня с прямого эфира мы получили такую красивую жестовскую картинку. Это очень приятно. Которая только, в общем-то, была показана без урока, а так вот на русском языке импровизация была. Да, просто человек импровизированно нарисовал. Это очень красиво. Спасибо большое. Я очень ценю эти моменты. Причём и на курсе жёстко выучится человек. Смотрите, какая смелость. Вот, то есть это доступно для... Да, что могу сказать и передать для тех новичков, которые вот только начали обучаться в нашей школе. Дорогие друзья, если вам кажется, что у вас что-то не так чётко получается, как у меня, помните, что это может быть ваш стиль. Вы сегодня видели, например, штриховку на яблоках груши? Это уже её стиль. Он отличается от моего стиля, но он также имеет место быть. Поэтому не огорчайтесь, шлите мне даже, например, недоработанную работу. И я вам скажу, так это или не так. Самое главное – иметь обратную связь. Я отвечаю на все задания сама лично. Да, друзья, так что сегодня у нас такой вот импровизированный эфир. Если вам интересно, пишите. Будем кусочки нашего за кулисья вам показывать. Спасибо, особенно нашим дорогим ученикам. Всего вам доброго, друзья.